Что ждет мировую экономику в случае обострения торговой войны? Как противостояние США и Китая отразится на нашей стране? Мнение казахстанских экспертов выслужила моя коллега Гульнара Хасан. Торговое противостояние Китая и США, которое продолжается с прошлого года, медленно, но верно тянет глобальную экономику вниз. МВФ снизил темпы роста мирового ВВП с 3,5 до 3,3%. Если Поднебесная решит обесценить юань, это приведет к параду девальвации. В стороне не останется и теньги, считает экономист Олжас Худайбергенов. Влияние на экономику Казахстана окажет и возможное изменение цены на нефть. Как только Китай начнет демонстрировать признаки замедления экономического роста, снижения промышленного производства, то это отразится в снижении объема покупаемой нефти. Даже снижение условно на 200-300 тысяч баррелей в день, это будет существенным сигналом для того, чтобы цена на нефть начала падать. Но если цена на нефть в итоге все равно падет, естественно, для нас это очень плохо будет. Однако делать поспешных выводов пока не стоит, считает эксперт. Весь инструментарий торговой войны между США и Китаем еще не исчерпан. Возможно, стороны найдут консенсус. Но ясно одно. Торговое противостояние порождает тенденцию к регионализации рынков. В последние годы она стала общемировой. С начала 2000-х число защитных мер в странах ВТО возросло в 10 раз. Обособление рынков несет не самые позитивные последствия для казахстанской экономики, считает китайвет Адиль Каукенов. Поэтому для нас важно, чтобы все рынки были как можно больше открыты, а системы как можно более унифицированы. Так как нам трудно изобретать собственные и невыгодно. Нам удобнее присоединяться. Если это будет одна большая глобальная система, то для нас это дает больше возможностей для развития. И больше того, Казахстан ведь он себя и позиционирует, как страна, являющаяся мостом между Азией и Европой. Так вот, если Азия и Европа не будут друг другу открыты, то и роль моста будет, естественно, падать. Регионализация рынков возможна не только в экономическом, но и технологическом аспектах. Удар по крупнейшей китайской компании Huawei, которую заподозрили в краже американской интеллектуальной собственности, приведет к созданию собственных информационных систем. А значит, мир стоит на пороге новой геополитической реальности. И борьба США и Китая наряду с экономическим носит и политический подтекст. По большинству параметров уже занимает первое место. С точки зрения емкости рынка, то есть по каждому виду товара, в целом, как экономика. Китай создал азиатский банк инфраструктуры инвестиций. Это аналог Всемирного банка. Китай создал китайскую платежную систему, это аналог SWIFT. И Китай фактически формирует новую финансовую инфраструктуру мира. И, естественно, резко нарастила кредитную активность практически во всех регионах планеты. Китай сильно обогнал США по количеству патентов на новые изобретения. Пойдут ли титаны на уступки друг другу или продолжат битву, пока неизвестно. Неизбежно одно – влияние этой борьбы испытает весь мир. Гульнара Хасан, Ермей Кеншимбек, Хабар-24, Нурсултан.